Всем привет! Сегодня посмотрела видео, где папа вернулся со своего. Как дети ему радуются, как жена радуется. Папа приехал на машине, почитала комментарии. И все комментарии такие, папа молодец, вернулся живой. Папа там, дети такие золотые, девочка там прям скачет, так радуется папочке. И ни одного нету комментария о том, чтобы заработать, заработать эту машину. Папа убивал там людей, советских людей. То, что папа теперь убийца, это нормально. Я не понимаю, мы все росли в Советском Союзе. Читали одни книги, смотрели одни фильмы, в одних школах учились по одной программе. И откуда теперь у нас появились эти, я не знаю теперь, как их называть, которые начитали с плакатов, где достойная работа, достойный заработок. Военные там так рекламируют, достойная работа. Убивать людей, достойная работа. Убивать себе подобных, это достойная работа, это же абсурд. Это полный абсурд, я вообще не понимаю, что творится. Я когда была сейчас во Владивостоке, там произошло ужасное просто. Молодую замужнюю женщину изнасиловали трое. Они ее чем-то отравили там сначала, и потом ее изнасиловали. Она под утро выползла. У нее все порвано. Они душили там и резали всякое разное. И избивали. Она замужняя. А как вы думаете, где ее муж? Он поехал фашистов бить на Украине. Не свою семью защищать от фашистов, которые у нас здесь в стране поселились. А он на Украину поехал. Убивать фашистов там. Приносить горе всеми. Матерям, женам, детям. Я не знаю. Я не знаю, доколе это все продлится. Как долго мы будем это все осознавать. Как долго люди начнут понимать. Ну если идет такая реклама. Хер ли делать. Реклама. Достойная работа, достойный заработок. Это ж такие баннеры понавешали. По всему Приморскому краю. Вот эти вот убийцы призывают. Убийц на то, чтобы идти и убивать. А Украина защищается. Просто-напросто. Какой-то такой тревожный ролик получился. Я все равно надеюсь на сотую обезьяну. И что победа, когда Небути наступит. Она уже наступила. Она уже наступила, потому что те, кто там. На этом СВО. Специальная военная операция. Это же за операция такая. Второй год длится. Вот. Люди начали осознавать наконец-таки. Даже те, которых с тюрем понабрали. Ждем сотую обезьяну. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...